Всем привет! В эфире универновости, а в студии Елизавета Газизянова. В Казанском федеральном университете прошло торжественное мероприятие, посвященное открытию уникального разговорного клуба под названием «Русский клуб» для иностранных студентов. Инициатором его создания стал Институт международных отношений. В рамках клуба иностранные студенты смогут улучшить свои языковые навыки с помощью изучения русской культуры и искусства. Они смогут лучше понимать разговорную речь, применять привычные нам обороты, фразеологизмы и речевые конструкции. Программа рассчитана на три года. Занятия планируют проводить один раз в неделю, а точнее по понедельникам в 12 часов дня. Относительно недавно в ИМО сформировалась новая кафедра лингвистического образования для иностранных студентов. Преподаватели именно этой кафедры будут обучать ребят. Завершился республиканский конкурс «Транспортный грант». Он проводится ежегодной Лигой студентов Республики Татарстан и Министерством по делам молодежи РТ. В числе победителей – студенты Казанского федерального университета. Ежегодно конкурс предоставляет возможность студентам республики получить финансовую поддержку и компенсировать стоимость проезда в общественном транспорте. В этом году победителям с марта по декабрь 2024 года каждый месяц будет начислен кэшбэк в размере 50% от стоимости совершенных поездок на автобусах, трамваях, троллейбусах, метро, такси, поездах и самолетах. По итогам конкурса «Транспортный кэшбэк» будут получать 950 студентов КФУ. В первую тройку победителей вошли студентка четвертого курса Института международных отношений Алия Хабибулина – 482 балла. Магистрантка второго года обучения Института психологии и образования Нелли Нугуманова – 427 баллов. Студентка четвертого курса Института вычислительной математики и информационных технологий Аделя Шайдулина – 376 баллов. Искусственный интеллект все больше проникает в различные сферы нашей жизни. Если раньше его возможности ограничивались написанием текста, созданием картинок и генерированием ответа на заданный вопрос, то сейчас он выходит на иной уровень, к примеру, управление смартфонами. Сможет ли искусственный интеллект полностью заменить привычные нам приложения, узнаете в следующем сюжете. Прослушивание музыки, поиск новой информации, звонок близкому человеку. Все эти действия мы ежедневно выполняем благодаря нашему карманному помощнику. Ведь телефон нужен даже для того, чтобы добраться до места назначения. А теперь давайте представим, что все приложения исчезнут, но вместо них будет установлен искусственный интеллект. Сможем ли мы, как и раньше, пользоваться телефонами? Узнаете далее. Сегодня на смартфонах используется множество приложений для отдельных функций. Банковских операций, фото и видеосъемки или отправки сообщений. Поэтому они заменяют большую часть устройств. Лишний раз не приходится носить с собой ноутбук, камеру, музыкальный плеер и многое другое. Но технологии вышли на новый уровень. В Барселоне представили концепцию смартфона, которая опирается на искусственный интеллект. Основная идея работы искусственного интеллекта – это по обработке большого массива данных, выдача конкретных результатов согласно той модели, которая заложена в тот или иной искусственный интеллект. Использование искусственного интеллекта позволит полностью исключить необходимость в традиционных приложениях. Смартфоном можно будет управлять через сенсорный дисплей или голосом. Девайс сможет генерировать индивидуальные рекомендации по местам путешествия с уже готовым маршрутом, находить и покупать подходящий продукт для владельца телефона, а также позволит редактировать фото и обрабатывать видео. То есть, когда я буду задавать какой-то вопрос искусственному интеллекту в своем телефоне, то в результате он будет сам подключать те или иные функции, те или иные блоки, те или иные программы, и уже, исходя из заложенных алгоритмов внутри вот этих модулей, давать мне ответ. Не нужно будет остановить отдельное приложение банка, чтобы посмотреть свой баланс. Я могу спросить, условно, Алиса, сколько у меня денег на счету, и уже сам вот этот искусственный интеллект обратится в банк, посмотрит на мои счета, и мне скажет голосом или там покажет на экране нужную мне информацию. Пока можно сказать, что искусственный интеллект похож на человека, обладающего энциклопедическими знаниями и бесконечным набором навыков. Его преимущество в скорости и неограниченном объеме информации. Но стоит учитывать и недостатки. Первый и самый важный – безопасность. Искусственный интеллект ранит наши персональные данные в общей информационной базе. Поэтому секретные сведения уже не получится утаить, как мы прячем, например, пароли, сообщения и интернет-запросы. Готово ли человечество к такой открытости? Это большой вопрос, потому что самая большая проблема искусственного интеллекта сейчас – это конфиденциальность. То, что любой вопрос, который мы задаем, любую информацию, которую мы туда вносим, она там остается и обрабатывается. И чисто теоретически доступна остальным пользователям. Я считаю, что это действительно логическое такое развитие смартфона строения, хотя сейчас уже, в принципе, все телефоны используют искусственный интеллект. То же самое Яндекс.Поиск имеет в себе искусственный интеллект. Гугл является использованием искусственного интеллекта в поиске информации. Сейчас это уже обыденность. Просто это дальше развивается, развивается, развивается. И, скорее всего, мы рано или поздно придем к некому единому виртуальному помощнику, который будет отвечать на все вопросы без использования каких-то отдельных приложений или их использую прозрачно и не на виду для пользователя. Стоит помнить, что искусственный интеллект создавался с целью имитации и подражания человеческому мозгу. Систему учили решать творческие задачи, рассуждать и обобщать, исходя из полученного опыта. Поэтому у системы выработан разум, действие которого не всегда удается понять даже разработчикам. Уже известно о случаях некой шизофрении у искусственного интеллекта, когда нейросеть на простые вопросы начинала отвечать набором несвязанных слов. Поэтому шутки про то, что роботы захватят мир, становятся менее смешными. Ну, смотрите, вот недавно одна из южнокорейских компаний представила свой флагман, который строил по умолчанию также свой искусственный интеллект. И он бесплатный до конца 25-го года, а потом он уже планирует заниматься за плату за использование этого искусственного интеллекта в телефоне. Будет ли это максимально доступно для пользователей? Да, со временем, конечно. То есть, если мы используем 90-е годы, тогда были сотовые телефоны, доступны только олигархам, да, и очень состоятельные. Сейчас они есть у каждого школьника, даже в детском саду есть часы там с функцией телефона. Технологии дешевеют, становятся более доступны, более массовые. И думаю, пока на старте, да, будут дороже, а потом уже там массовая история будет. Пока девайс в разработке, поэтому дата релиза и цена телефона еще не объявлены. Но создатели утверждают, что примерно через 5-10 лет их устройство будет пользоваться большим спросом, чем привычные нам смартфоны. Что же важнее, скорость и точность или человечность? Каждый выбирает сам. Смартфон с искусственным интеллектом, конечно, привлекает, но отсутствие полной конфиденциальности и защиты данных настораживает. Уже распространены такие технологии, как умный дом и голосовые помощники, но сможет ли смартфон с искусственным интеллектом заменить уже существующие, пока неизвестно. Луна, спутник Земли, играет важную роль в жизни нашей планеты. Она влияет на приливы и отливы, давление воздуха, вызывает изменение температуры, действия ветра, магнитного поля Земли, а также уровня воды. Но многие не знают, из чего состоит поверхность Луны. Что же такое лунный грунт и реголит, узнаете в сюжете. Луна – естественный спутник Земли, который вращается вокруг нашей планеты. Лунный грунт на поверхности представляет собой смесь минералов, камней, пыли и рыхлых пород. Лунная почва отличается от земной, поскольку не имеет органических веществ и воды. Она состоит преимущественно из кримнозема, оксидов железа и титана, а также других минералов, например, антаразита. Рыхлая структура лунного грунта и отсутствие влаги делают его непригодным для сельского хозяйства и жизни, как на Земле. Когда-то научное сообщество лишь грезило о высадке на Луну, имея возможность лишь разглядывать ее при помощи телескопов. Поэтому удавалось получить информацию в основном ландшафте, например, разглядеть горы, пропасти, равнины и кратеры. Вот я как раз, как ни странно, в ближайшую неделю знакомился со статьями зарубежными по реголиту лунному. Очень много работ и все работы посвящены, как его использовать. То есть вообще идеи какие? Использовать его для строительства. То есть взять эту пыль и сделать из него какие-то комплектующие для приборов, какие-то кирпичи для будущих построек, которые там могут быть. Прошло 63 года с первого полета человека в космос. Это событие стало значимым не только для СССР, но и для всего человечества, поскольку открыло новую эру исследований космоса и космических полетов. Тогда научное сообщество стремилось исследовать возможности человека находиться в космическом пространстве и адаптироваться к невесомости, а также проверить технические способности и безопасность космических кораблей и продемонстрировать технологические и научные превосходства Советского Союза в освоении космоса. На сегодняшний день страны преследуют другие цели. Они заинтересованы больше в экономических выгодах, которые могут получить путем добычи полезных ископаемых и ресурсов. «Экономически, конечно, выгоднее, если насчет построек говорить, использовать просто скалистые какие-то там образования на лунной поверхности опять-таки». Возможно, ископаемые на Луне могут включать в себя полезные минералы, редкоземельные элементы, воду и гелий-3, который потенциально может быть использован в ядерной энергетике. Однако для успешной добычи и использования этих ресурсов необходимо разработать соответствующие технологии и инфраструктуру на Луне. Дезида Каримова, Николай Осуховский, Универ Новости. За последние десятилетия доля россиян, обратившихся за профессиональной психологической помощью, выросла в два раза. Что это – тенденция или у людей открылись глаза на происходящее вокруг, разбиралась моя коллега Элиза Дистанова. Записаться к психологу в Казани, сервис по подбору психологов, онлайн-сессии с психологами, горячая линия психологической поддержки. Сколько раз за последние несколько лет вы слышали эти слова? Думаю, достаточно много, чтобы задуматься о первом сеансе и начать поиск специалистов. А ведь еще 10 лет назад люди забивали на свои личные проблемы и были уверены – есть дела поважнее. В январе и феврале 2024 года пользователи стали искать на Авито услуги психологов на 35% чаще, чем в аналогичный период прошлого года. Многие исследователи ссылаются на то, что россияне стали больше испытывать стресс после карантина 2020 года. Другие считают, что блогеры в социальных сетях стали чаще говорить о том, как важно заботиться о своем ментальном здоровье. Понятно, что если, скажем, зуб болит, ты идешь к стоматологу. А если душа болит, кому идти? Ну, душа, да, так сказать. Есть проблемы какие-то, к стоматологу же не пойдешь. Поэтому люди раньше обычно на кухне разбирали всякие душевные проблемы с подругами, друзьями. А сейчас появилась специальность для профессионалов, которые в этой проблеме разбираются глубоко, фундаментально и могут дать рекомендации в связи с проблемами, которые есть у человека. Психологи – люди с высоким уровнем эмпатии. Наиболее востребованными ответвлениями профессии считают клинических, корпоративных, школьных, семейных и судебных психологов. Современные специалисты, в свою очередь, представляют такие направления, как гештальтерапия, психоанализ, бихевиоризм, когнитивная и гуманистическая психология. Ну и сейчас актуально, конечно, те, кто занимаются вопросами психологии состояния. Военные психологи, ну и вообще психологи работают в этом направлении действующие. Существует стереотип, что старшее поколение в нашей стране более устойчиво, чем молодежь. Это связано с тем, что раньше люди не обращались к психологам из-за страха осуждения и предубеждения, что к специалистам обращаются только нездоровые люди. На самом деле, россияне также испытывали тревогу, проблемы с самооценкой, семейные трудности. Но считали, что справиться с этим можно самостоятельно. Нет, проблемы были. Они все решались, ну, во-первых, так сказать, в церкви. Священник был как бы неким таким звеном между обычной жизнью и богом, что называется, звеном. Ну и раньше люди ходили в гости в большей степени, разговаривали на этой теме. Сейчас многие реже ходят, особенно старшие поколения. Старшие еще ходят по гостям, может быть, а вот младшие как-то меньше. То есть частота общения снижается заметно. Времена изменились. Жизнь в современном обществе гораздо комфортнее. У каждого из нас есть возможности для самореализации, занятий интересным хобби, выбора досуга. Но у этого плюса есть и обратная сторона. Человек может чувствовать дискомфорт от высоких ожиданий со стороны общества, конкуренции практически во всех сферах жизни, избытка информации в интернете, дефицита времени на работу и отдых. Вывод очевиден. Либо фокусироваться только на себе и не обращать внимания на происходящее вокруг, либо справиться со стрессом самостоятельно будет сложно. В этих условиях неизбежен рост спроса на психологов. Действительно, психологи сейчас востребованы, как никогда раньше. Возможно, это новый этап в изучении человека, и следующие поколения будут понимать гораздо больше в ментальных аспектах собственного здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok